Может ли быть закон избирательным? Может. И подобная практика повсюду, несмотря на то, что государство берет на себя обязательства, подписываясь под международными документами, исключить пытки со стороны должностных лиц с целью принуждения к признанию вины. «Меня вынуждали, пытали. Имеются телесные повреждения на голове, груди. Мне не давали спать». С таким заявлением выступил Олег Евлоев, будучи задержанным еще в 2008 году. Он не был услышан. «Государством была нарушена конвенция. Не приняты меры предупреждения насилия. Исчерпав внутренние средства правовой защиты, выиграл дело. Комитет ООН признал Евлоева жертвой пыток». «Не допускать подобные деяния, призывать к ответственности исполнителей, менять систему, позволяющую применять пытки – наша общая задача». Олег Евлоев был одним из первых, выигравших дело против пыток. «Подобных голосов должно быть больше. Вместе мы победим».